Автоматизация предприятий реального сектора экономики была в этот четверг в фокусе внимания руководителей промпредприятий региона. Деловая встреча состоялась в центре «Мой бизнес», где мнение промышленников выслушал и наш коллега Роман Быков. Россия, как и остальные развитые страны мира, давно страдает от нехватки рабочей силы. Но с последних пару лет этот вопрос еще больше обострился. По данным Института экономики РАН, дефицит сотрудников на предприятиях оценивается в 4 миллиона 800 тысяч человек. С такой проблемой столкнулись 88% опрошенных компаний. Одним из вариантов решения – эксперты видят роботизацию производств. Промышленные роботы могут использоваться в различных областях. Все зависит, на самом деле, от более детально постарайной задачи. Точечная сварка, дуговая сварка, роботизированная покраска, укладка продукции, загрузка-выгрузка станков. Роман Мухаммедшин стал одним из участников встречи руководителей промпредприятий Верхневолжья. Разговор, состоявшийся в центре «Мой бизнес», был организован Фондом развития промышленности Тверской области. Поддерживать сектор реального производства – его главная задача. Предоставление мельготного финансирования. Те программы, которые на сегодняшний день существуют в фонде, они подходят для реализации проектов, связанных с роботизацией или автоматизацией производств. Но при этом есть задачи со стороны руководства области о том, чтобы разрабатывать индивидуальные специализированные программы, связанные с темой роботизации. Среди вопросов, рассмотренных на встрече, были, как начать автоматизацию, как выбрать поставщика. Также перед коллегами выступили руководители предприятий, где уже успешно идет этот процесс. Например, на одном из тверских заводов ЖБИ как раз на этой неделе купили новый станок с ЧПУ. При этом гендиректор Анна Рыбакова убеждена, что такие встречи очень полезны. Но в первую очередь для тех коллег, для которых пока только в известной песне вкалывают роботы, а не человек. Я с удивлением на совсем недавней встрече услышала от одного из руководителей строительных компаний, что вязать арматуру, ну а чем еще можно вязать? Конечно, крючком. А то, что мы у себя на заводе уже, наверное, лет 10 применяем автоматические пистолеты для вязки, он понятия не имел, хотя он работает в строительной отрасли, что есть такое приспособление. Когда его спросили, он говорит, нет, ну такого еще не придумали, не изобрели. Что касается результатов прошедшей встречи, то одним из итогов стала договоренность руководителей целого ряда предприятий о визите на завод по производству автоматических линий для непосредственного ознакомления с продукцией. Таким образом можно надеяться, что будет сделан еще один шаг по решению задачи, поставленной президентом страны. Ведь если сегодня в России на 10 тысяч работников в промышленности приходится от 6 до 10 роботов, то по указанию Владимира Путина данная цифра должна вырасти в 10 раз.